Приветствую. Видео будет короткое, но постараюсь внятно ответить на вопрос, куда инвестировать новичку, возможно, еще и с небольшой начальной суммой. Я напоминаю, что инвестировать на самом деле можно даже нескольких сотен рублей, с нескольких тысяч спокойно можно начинать инвестировать. Но возникает вопрос у новичка, куда инвестировать, зачем, почему я вот куплю, не знаю, акции какой-то компании или облигации какой-то компании. Я же могу деньги потерять в теории или не могу? Начинаете звучать вопрос, могу деньги потерять, так нафиг мне это нужно, зачем мне это надо, я пошел деньги на вклад положу, ну и что получается в итоге, вы на вклад положили там под 8% годовых, за год инфляция 15, здравствуйте, вы потеряли деньги в реальном выражении, все выросло на 15%, у вас плюс 8 за год. Вот, ладно, если у вас там 50 тысяч рублей, просто подушка безопасности на черный день, но если у вас какие-то более-менее еще и внятные суммы или вы хотите достичь финансовой независимости, когда пассивный доход перекрывает ваши расходы или вы хотя бы двигаться к этому направлению хотите, очевидно, что ничего хорошего не получится, если вы будете инвестировать не зная во что, не думая зачем, не зная почему и так далее. Что ж, давайте я сейчас открою индекс московской биржи, напомню, что индекс московской биржи показывает цену всего рынка, то есть мы берем топовые компании, среднее их значение цены, вот оно отображается в индексе московской биржи в рублевом выражении. Ну вот, допустим, индекс московской биржи там за год вырос на 60, на 70%. Вы еще тут смотрите и видите, что у вас вклад под 8, думаете, эх, блин, надо же было, наверное, какие-то акции покупать. Так вот, давайте определимся. Для начала, куда инвестировать базово? Есть у нас какие варианты? Если мы рассматриваем биржу, это акции и облигации. Облигация — это аналог депозита в банке, когда вы деньги даете компании в долг, и она вам с процентами этот долг возвращает впоследствии. Это просто чуть более выгодно, чем банковский депозит, чуть больше будет там процент. Риск невелик, поскольку компания выплатит вам долг, который должна с процентами, если она этого не сделает. Компания банкротится, соответственно, активы распродаются этой компанией на торгах, и вам, по идее, как инвестору, который потерял деньги на этих инвестициях, как инвестору именно в облигации, вам по остаточному принципу с продажей имущества компании должны покрыть вот эти вот все долги компании перед вами. Если вы покупаете акции, такого не произойдет, вы просто потеряете деньги. Облигации вроде как защищены, вроде как застрахованы в этом плане. И проценты там чуть больше, чем по банковскому депозиту. Но проблема в том, что эти проценты в любом случае инфляцию не покрывают. Это нормальная практика инвестировать в облигации, если это всего лишь часть вашего портфеля, во-первых. Просто для того, чтобы хеджировать риски падения рынка. То есть, если у вас 100 миллионов рублей, вы вложили все деньги в акции, акции упали за год, не знаю, там на 80%, очевидно, у вас почти ничего от капитала не останется. Но если у вас будет 50 миллионов в акциях, 50 миллионов в облигациях, у вас падение 80%, коснется только половину вашего портфеля, а остальная половина просто будет стабильно, спокойно, небольшие проценты вам приносить. Либо же, если у вас сбережения совсем небольшие, вы не целитесь на жизнь, на дивиденды, на жизнь, на пассивный доход, не ставите перед собой каких-то грандиозных целей по росту капитала, просто хотите чуть-чуть сберечь деньги от инфляции, депозиты совсем мало приносят, но облигации, как вариант, можно рассмотреть. В любом ином случае мы говорим про акции на фондовой бирже. Акции – это доля в компании, когда вы получаете, как владелец компании, долю от прибыли этой компании, ну, в размере вашей доли от общей стоимости всей компании. Если вы вложили 1000 рублей в акции Сбербанка, а Сбербанк, например, стоит, не знаю, 2000 рублей условно, значит, вы владеете половиной компании и получаете половину ее прибыли. Но, очевидно, Сбербанк, как компания, не стоит 2000 рублей, поэтому там ваши инвестиции в 1000, в 10, в 100 тысяч рублей – это совсем крошечная доля от стоимости всех акций, от стоимости всей компании, от общей ее капитализации. Ну, соответственно, вы будете получать крохотную долю от ее прибыли, но ее прибыль велика, и это будет достаточно существенная доля. Как правило, если мы говорим про российский фондовый рынок, если мы инвестируем в акции, которые приносят дивиденды, мы говорим про доходность около 10% дивидендной, то есть мы купили там, не знаю, какой-нибудь, ну, какой-нибудь «Газпром», давайте, да, вот возьмем мой портфель «Газпром», он дивидендами вообще от текущей цены там платит 30% дивидендной доходности. Ну, это я взял дивиденды за прошлый год, дивиденды рекордные, они нестабильные, они там платятся раз в год по итогам этого года, понятно. То есть может быть все, что угодно, если компания вдруг понесет убытки, вообще дивидендов не будет. Но если мы возьмем какой-то портфель из дивидендных компаний, в среднем там где-то будет доходность около 10%. У меня вот, например, по портфелю средневзвешенная доходность дивидендная, это чуть меньше 10%. Это значит, что если у меня по вкладу 10%, а дивиденды приносят 9%, зачем мне вообще рисковать, а в акции инвестировать, я же на вкладе больше заработаю. Дело в том, что если у нас есть миллион рублей, мы на вклад положили, 10% годовых получаем, мы заработаем миллион за год. Если инвестировали в дивидендные акции с доходностью 9% годовых, мы заработали всего лишь 900 тысяч рублей за год. Но дело в том, что кроме того, мы заработали эти деньги плюсом, они нам приходят прям платежом на счет, эти 900 тысяч, но кроме прочего, еще и акции меняют свою цену. Они могут как упасть, и мы окажемся в минусе, если их продадим, так и вырасти, и мы тогда окажемся в еще большем плюсе. Дело в том, что акции, как правило, растут на процент инфляции, как минимум. Почему? Потому что инфляция это обесценивание денег, это удорожание товаров, удорожание услуг, а компании как раз таки занимаются тем, что продают товары и услуги, то есть из-за инфляции растет прибыль этих компаний. Когда прибыль у компаний растет, инвесторы более активно покупают акции этих компаний, они растут в цене. И примерно на большой дистанции, если мы берем большую дистанцию, берем очень много акций, так называемый индекс, да, среднюю стоимость этих акций, то на дистанции этот индекс будет расти как минимум на уровень инфляции, плюс еще те дивиденды, которые вы получаете. То есть если инфляция будет 20%, рынок вырастет, ну, ожидаемо процентов на 20, если ничего там сверхъестественного не произойдет. И сверху этого вы получите дивиденды. Понимаете, к чему я, да, сейчас склоню? Потому что если у вас 10% на депозите, а инфляция 20, вы в минусе на 10. Если у вас дивиденды акций под 9% годовых дивидендами, инфляция 20, рынок, скорее всего, растет на эти 20, и вы еще 9% сверху получаете. Гарантии никто не дает, естественно. Но мы как инвесторы понимаем, во что мы вкладываем, понимаем, что это бизнес, понимаем, что это активы, которые, может быть, если и в этом году не выросли, но инфляция присутствует, ну, значит, отыграются в следующем году или через два года. Вопрос просто может состоять в том, что мы инвестируем в одну компанию, и конкретно эта компания может показывать плохие результаты. Но, когда мы понимаем, что такое диверсификация и портфель распределяем, например, вот как у меня в 16 компаний, ну, очевидно, что это уже похоже на то, что будет показывать рынок. То есть, если какой-нибудь Сбербанк условный покажет очень плохие результаты, и цена его акций упадет, какой-нибудь Ленэнерго покажет суперрезультаты, и цена его акций вырастет, в среднем плюс-минус у меня портфель будет показывать что-то похожее с рынком. Рынок весь растет, у меня портфель будет расти. Весь рынок падает, у меня портфель будет падать. Вот, у меня нет какого-то перекоса в какую-то одну конкретную компанию. И я получаю сверху этого еще и дивиденды. И отслеживаю как раз-таки свой прогресс в жизни на эти самые дивиденды. Вот, у меня там покрытие с моих расходов дивидендами. Я инвестирую по чуть-чуть расходу, у меня там полмиллиона в месяц, инвестирую я совсем копейки, поэтому у меня покрытие расходов дивидендами всего лишь там полпроцента, и инвестирую я всего лишь два месяца, но тем не менее, уже полпроцента. Если я тут до отметки в 10% отойду, покрытие расходов дивидендами, то это значит, что я там 50 тысяч рублей в месяц буду покрывать дивидендами, а кто-то живет там на 50 тысяч рублей, понятно. Я всего в принципе инвестирую там 50 тысяч рублей в месяц сюда, и я могу там перестать откладывать деньги на инвестиции, вообще тратить все, что я получаю и реинвестировать только дивиденды. Это короткие будут те самые 50 тысяч рублей в месяц. Либо я могу по 50 тысяч откладывать, 50 тысяч еще сверху получать и суммарно уже откладывать буду 100 тысяч инвестировать и в два раза быстрее пойдет мой прогресс в дальнейшем по инвестициям. Так вот, то есть понимаем для чего мы инвестируем и во что. Ну, в актив, класс активов, акции. Понятно. Теперь вопрос возникает, а в какие акции мне стоит инвестировать? Для начала, если вы не разбираетесь и там только начинаете в это погружаться, есть два пути. Первый. Отложить вообще инвестиции на потом, и когда вы полностью разберетесь, там годик, там не знаю, два пройдет, начинать инвестировать, либо начинать инвестировать уже сейчас и параллельно разбираться. Я рекомендую второй путь, потому что пока вы там годик-два разберетесь, вы уже упустите много возможностей, много прибыли, скорее всего. Нужно инвестировать как можно раньше и желательно прямо сейчас. Но, если вы не понимаете, во что вкладывать, в какую конкретную акцию, как их отбирать, скорее всего у вас будут результаты непозитивные. По этой причине я рекомендую всем новичкам откладывать деньги на брокерский счет и инвестировать просто в рынок. Вот просто прямо сейчас идете гуглить, после просмотра этого видео, фонды на индекс московской биржи. То есть вот этот индекс московской биржи, это просто отражение, куда идет весь рынок. Его покупать и его продавать нельзя. Это просто как индикатор того, что там с рынком происходит. Растут акции или падают. Но существуют фонды, которые вкладывают в те акции, которые присутствуют в индексе и повторяют движение за индексом. Прямо сейчас идете гуглить и покупаете их без какой-либо проблемы. Я вот, например, инвестирую через брокера БКС. Здесь можно зайти во вкладку рынки и, не знаю, взять вкладочку фонды открыть и посмотреть, какие тут они предлагают фонды. Вот, например, российские акции. Посмотреть, что входит в этот фонд и, если это нас устраивает, купить. Можно там позвонить своему финансовому консультанту. Например, вот если вы регистрируетесь в топ-1 брокере в России по объему активов клиентов БКС, я инвестирую через него и всем рекомендую. Ссылка будет в описании реферальная. Вот по реферальной ссылке, если вы регистрируетесь, у вас будет бесплатный финансовый консультант, у которого вы можете как раз-таки спросить именно это. В какие активы вложить, там какие активы в этот фонд входят. Я хочу вот в индекс-мост биржи инвестировать, какие есть варианты и так далее. Он вам подберет все, составит портфель и так далее. Кроме прочего, счет по ссылке в описании открывается за 5 минут онлайн. И он будет бесплатный. Я вот инвестирую через БКС 0% в комиссии. Я вообще им ни копейки не отдал за время моих инвестиций. Но это только на покупке акций. Если я буду продавать акции, и мой оборот будет больше, чем 250 тысяч рублей в месяц, я подключу 3F Trader за 300 рублей. Там уже будет комиссия на продажу. Вот я подключу просто 3F за 300 рублей. Если оборот будет больше 250 тысяч, это будет выгодно. Вот так я инвестирую вообще без комиссии. Вам рекомендую использовать брокера БКС. По ссылке внизу, по ревке, у вас будет финансовый консультант Сергей. Бесплатно за вами закреплен. За всеми подписчиками моего канала, кто по ссылке регистрируется из моих роликов. И у него как раз вы там узнаете, в какие индексы, в какие фонды, вернее, на индекс можно инвестировать. Кроме прочего, вообще вы можете ему цели свои расписать. Ваши там, на что вы откладываете, в какой срок и так далее. Он может вам вообще портфель составить. Я в случае, если вы не разбираетесь в рынке самостоятельно, рекомендую как раз спрашивать у финансовых консультантов вот эти вот моменты, поскольку они будут явно более опытны, чем вы. Но нужно внимательно смотреть, а то ли финансовый консультант рекомендует и полностью на него не полагаться и параллельно изучать эту тему, естественно, чтобы вас там нигде не обманули, не дай бог. Вот. К слову, финансовый консультант Сергей по ссылке внизу, когда вы зарегистрируетесь, он вам позвонит, представится после того, как вы счет откроете. Но понятно, что через какое-то время всех он сразу обзвонить не сможет. Но так или иначе, вы можете первый сенсировать контакт, у вас в брокерском приложении будут его контакты, чатик будет и номер телефона. Вот у него может как раз спросить вот эти моменты. Основное все. То есть начинаем инвестировать как можно раньше. Лучше инвестировать на большой дистанции, если вы готовы инвестировать там не полгода, не один месяц, не год, а там сколько угодно, чтобы прийти к финансовой независимости, инвестируем в акции. Если у вас горизонт планирования меньше, например, на год, вам через год деньги нужны, то лучше всего использовать депозиты в банке или облигации, как более выгодный вариант. Но тоже там нужно изучить эту тему облигаций какой компании, там нужен портфель облигаций желательно, на какой срок эти облигации и так далее, 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 далее. Там есть много разновидностей этих облигаций. Вот какие-то чуть более рисковые, больше доходности дают, какие-то менее рисковые, почти безрисковые считаются, но доходности дают меньше. Но в любом случае будет больше, чем банковский депозит. Вот, и акции сами по себе делятся на два типа, ростовые и дивидендные. Есть акции, которые дивиденды не платят, они заточены под рост капитала. Ну и акции дивидендные, вот как, например, в моем портфеле преобладают именно дивидендные акции. Я хочу выйти на пассивный доход, а пассивный доход будет возможен только, ну, либо если мой портфель растет, я его продаю, а тогда я, получается, сокращаю свои активы, что неправильно, либо я получаю дивиденды и вот на эти дивиденды живу. Вот я выбираю такой путь жизни на дивиденды и инвестирую в дивидендные бумаги. Вот, в разных этапах ваших инвестиций будут приоритетны разные стратегии. Например, если вы только начинаете инвестировать, горизонт планирования большой, есть вариант инвестировать именно в растущие компании, разогнать свой капитал, а потом уже переложиться в дивидендные. Например, я вот раньше так делал. Сейчас вот я этот портфельчик показываю небольшой пару месяцев, я его сразу решил с дивидендов начать и по чуть-чуть, помаленьку показывать свой прогресс в росте дивидендной доходности. Вот и все. За 15 минут постарался уложить все самое важное, что вы должны знать про инвестиции на начальном этапе, куда вложить. И самое главное, что можно вложить и небольшие деньги. Ну вот, например, ну не знаю, давайте снова зайдем сюда, посмотрим фонды. Фонд, например, вот я показывал на российские акции, сколько он стоит. Сколько стоит один пай этого фонда. Заходим в фонды. Заходим в российские акции. Пропустил, да? И еще обращаю внимание, что там уже нюансы пошли. Бывают ETF, биржевые фонды, а бывают PIF, паевые инвестиционные фонды. Как правило, у БКС в основном PIF находятся. Вот если вот я сейчас в БКС российские акции, это паевый инвестиционный фонд. Здесь вот стоимость пай 470 рублей. Как правило, ETF будут выгоднее, чем PIF, чем паевые инвестиционные фонды. Потому что комиссию ETF берут меньше. Вот, тут уже в нюансы нужно вникать. И смотреть, не всегда будет выгодно инвестировать именно в паевые инвестиционные фонды. Иногда нужно будет искать ETF. Вот, и получается... Я не могу, да, купить это сразу. Это нужно заявку оставить. А нет, могу. Ну вот, смотрите, один лот. 470 рублей. Ну вот, я могу вложить 470 рублей в российские акции, в акции всех компаний. В паевый инвестиционный фонд. И получать доходность, как акции показывают. Но тут важный момент, да, что дивидендов на индекс Мосбиржи нет. Паевый инвестиционный фонд, он дивиденды, по идее, платить не должен. Тут нужно изучать каждый фонд по-разному. Иногда выплачивают дивиденды, иногда нет. В России на российском рынке преобладают фонды, которые дивиденды не выплачивают, а реинвестируют самостоятельно. Соответственно, ну, они будут расти к цене чуть быстрее рынка, именно на сумму дивидендов. Вот. Ну, 470 рублей вот можно вложить. И по чуть-чуть, помаленьку, каждый месяц откладывать, инвестировать и отслеживать свой прогресс в росте капитала. Свой прогресс там в росте дивидендного дохода, если вы какие-то отдельные акции покупаете. Вот я вот отслеживаю, ждам и дивиденды в месяц. С нуля у меня там уже 2600 рублей. За пару месяцев я вот новый портфель с нуля начал, показываю на канале. Можете следить, подписаться, как он у меня растет. Мой дивидендный доход ожидаемый, как там, насколько покрывает мои расходы. Вот так вот. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, тут контента по инвестициям больше. Также я чаще появляюсь по ссылкам внизу в Инстаграме и в Телеграме, туда подпишитесь. Контента там еще больше. И не забывайте про БКС по ссылке внизу. Лучший брокер в России, без комиссии, вообще инвестируйте. В счет онлайн там за 5 минут откройте. Свяжитесь с консультантом и посоветуйтесь, куда лучше вложить в вашу конкретную ситуацию. Он компетентен и имеет право на то, чтобы вам подсказать, куда вложить. Удачи!